Всем привет! С вами снова Елена Иванова и новости будущего на Первом Альтернативном. Человек всегда мечтал летать как птица и уже много лет, о чем свидетельствуют чертежи Леонардо да Винчи, пытается создать летательный аппарат, движителем которого является машащее крыло, отсюда и название «Махолет» или «Орнитоптер». И вот команде студентов Университета Торонто удалось то, что не получилось в свое время у Леонардо да Винчи. Они создали орнитоптер «Сноубет», который смог совершить первый в мире продолжительный полет. Правда, для этого махолетчику-испытателю пришлось похудеть на 8 килограммов. До настоящего времени махолеты строили в основном небольших размеров, ведь такое крыло все же чрезвычайно сложный механизм. «Сноубет», в свою очередь, имеет размах крыльев 32 метра и вес 43 килограмма. В итоге «Сноубет» пролетел 145 метров за 19,3 секунды, развив скорость 26 километров в час. А вот летающий аппарат «Транзишн» имеет не такой впечатляющий размах крыльев – всего 8 метров. Зато он умеет их складывать, превращаясь в полноценный автомобиль за полминуты. Таким образом «Транзишн» может взлетать и, соответственно, приземляться в любом аэропорту и ездить по обычным автодорогам. В настоящее время компания «Террафуджа» готовится к мелкосерийному выпуску своих летающих авто и обнародовала дизайн и особенности уже второго поколения «Транзишн». Обновленный дизайн автомобиля отличается от первоначального варианта более гладкими формами, улучшенной конструкцией складывающегося крыла, сенсорным экраном, нанесенным на лобовое стекло, и системой свертывания-развертывания крыльев, которая позволяет свернуть и развернуть крыло прямо во время движения. Кабина автомобиля получила дополнительные конструкционные элементы, придающие ей дополнительную жесткость и прочность. Внутри кабины появились дополнительные подушки безопасности, и сам автомобиль оборудуется парашютной системой, с помощью которой будет осуществлен плавный спуск в случае поломки или неисправности. «Террафуджа Транзишн» прошла сертификацию как для передвижения по дорогам общего пользования, так и для полетов как легкий спортивный самолет, так что для управления им понадобится летная лицензия. Компания E-Space представила умное зеркало, которое помогает покупателям выбирать косметику. Уникальные устройства, созданные специалистами IBM, работают крайне просто. Они делают фотографии покупательницы, а потом показывают ей, как тот или иной косметический продукт будет выглядеть на ее лице. По словам представителей магазинов, которые уже установили технические новинки в своих залах, новые зеркала со стопроцентной точностью показывают, как будет выглядеть косметика на лице. Для этого нужно всего лишь поднести штрих-код понравившегося товара к специальному датчику устройства. Через несколько секунд в зеркале появится изображение лица покупательницы именно с этим косметическим продуктом. Технология учитывает тон кожи, цвет глаз, освещение и даже выдает советы. Кстати, опробовать виртуальное зеркало можно на сайте компании eSpace. Отличное изобретение. Теперь не придется часами ломать голову над тем, какой тон помады или пудры выбрать. Один минус. Это умное зеркало не сможет предсказать, не вызовет ли тот или иной косметический продукт аллергии у людей с чувствительной кожей. Это можно выяснить лишь по старинке, намазав выбранное средство на кожу. Далее о других новинках. Китайская компания MagicBalb представила новые светодиодные лампы, которые потребляют почти в 13 раз меньше электроэнергии, чем обычная лампочка Ильича. В случае отказа электрооборудования встроенный аккумулятор обеспечит освещение в 50 ватт в течение трех часов. Кроме того, чудо-лампочка оборудована встроенной выдвижной ручкой, которая в считанные секунды может превратить ее в отличный фонарик. В общем, вещь получилась полезная, в хозяйстве пригодится. Создать трехмерную модель из плоских картинок теперь можно всего за 1,2 секунды. Именно столько требуется новой системе, которую разработали японские ученые университета Васседа. Для работы системе не требуется никаких специальных приспособлений, достаточно самой обычной веб-камеры. Но лучше взять качественную зеркалку. На текущий момент система работает только с человеческими лицами, а алгоритм основывается на статистическом анализе базы данных. Пользователь задает образец в виде фотографии, программа прогоняет его через базу данных и на основе этого строит предположение относительно трехмерной формы лица. Эта технология может порадовать геймеров, которые захотят вместо Гордона Фримена увидеть себя любимого. Разработчик по имени Марек Березе научился играть ртом на синтезаторе. Он написал программу Спикатрон, которая следит за пользователем, а точнее за его ртом через веб-камеру. Входящие данные обрабатываются компьютером и интерпретируются как команды для синтезатора. Надо сказать, звуки получаются нереальные. Эта разработка получила первое место на мероприятии Music Hack Day London 2010. Отдел разработчиков Nokia представил прототип мобильного приложения Plug & Touch, которое не только передает картинку на телевизор, но и превращает его в сенсорную панель. Так, например, подключив смартфон Nokia N8 с его 12-мегапиксельной камерой к телевизору высокого разрешения, получится один большой смартфон. Для этого необходимо закрепить смартфон на расстоянии полутора метров, направив камеру на экран телевизора. Приложение отображает на телевизоре то же, что происходит на экране, а камера выступает как средство ввода, отслеживает движения пользователя и интерпретирует их как сенсорные команды. Вообще, концепт Plug & Touch может превратить в сенсорный любой экран с HDMI-портом, будь то телевизор, монитор или проектор. На данный момент концепт находится на начальных стадиях разработки. Со временем инженеры Nokia надеются, что подключение телефона к экранам будет осуществляться беспроводным методом, например, через Wi-Fi. Очередной пример дополненной реальности для мобильных телефонов представила компания Adera Patel Communications. Приложение Articulated Natality Web может проделывать нереально удивительные вещи. Например, вы направляете смартфон на небо, чтобы узнать прогноз погоды. И система наглядно показывает вам, каким небо будет утром, днем и вечером. Она даже изобразит дождь, если таковой ожидается. Или, скажем, вы наведете камеру мобильника на высотный жилой дом. Вы увидите, какие квартиры в нем свободны, какую сумму составляет квартплата. Вы даже сможете полюбоваться интерьером апартаментов. Также можно осматривать экспозицию музея, просто глядя на фасад здания. Или виртуальным образом обставлять пустую комнату, пробуя самые разные варианты расстановки мебели. Рассматривать вблизи гостиничный номер, который вы хотели бы снять и прочее. В общем, грядущая реальность обещает быть прекрасной. На архитектурной биеннале 2010 архитектор Тесто Кондо представил домашнее облако, причем самое настоящее. Для реализации идеи помещений пришлось создать три слоя воздуха с разной влажностью и температурой, а затем задействовать специальную машину. И вот результат. Прямо посередине зала плавает искусственно созданное облако, состоящее из микроскопических водяных капель. Так что теперь в прямом смысле можно гулять по облакам. Японские исследователи разработали технологию сканирования книг с той же скоростью, с какой вы переворачиваете страницы. Прототип сканера-чемпиона будет создан в течение двух лет, обещают ученые из Токийского университета. Книгу в 170 страниц он сможет оцифровать за минуту. Система снабжена фотоаппаратом, делающим около 500 снимков в секунду. При этом инфракрасные лучи фиксируют положение листа в пространстве, после чего специальное программное обеспечение исправляет искаженное изображение, которое получается в момент переворачивания страницы, то есть превращает трехмерную страницу в плоскую с соблюдением всех пропорций. Такая технология может пригодиться при разработке автопилотов, а также при создании роботов, перемещающихся с огромной скоростью без участия человека. Кстати, глава научной группы Йосихиро Ватанабе предполагает, что переворачивание страниц следует доверить именно роботам, ибо они более аккуратны и не требуют отдыха. А эта вещь будет очень полезна велосипедистам, незащищенным участникам дорожного движения. Концептуальный рюкзак Сейл с небольшим, но очень ярким светодиодным дисплеем заменяет велосипедисту задние фонари, габариты, поворотные и стоп-сигналы. Для управления используется беспроводной пульт, который закрепляется на руле. Соответственно, все участники дорожного движения не только своевременно заметят велосипедиста на дороге, но и будут знать обо всех его намерениях, когда он собирается повернуть, снизить скорость или даже оказывается в сложной ситуации. В этом случае замигает аварийная сигнализация. Концепт Сейл стал победителем конкурса Red Dot Design. В Японии создали очередного робота-актера. Вакамару, так зовут робота, создавался специально для театрализованных представлений и способен следить за фразами и движениями людей, с которыми он выступает на одной сцене. В Осаке уже готовится первый спектакль с участием Вакамару под названием Хатараку Ваташи, что означает «Я работник». Сюжет такой. У молодой семьи есть два робота, предназначенных для выполнения домашней работы, но один из них вдруг теряет интерес ко всем действиям. Как будут развиваться события, узнаем к середине следующего года, когда будут отрепетированы все два часа представления. Робот Вакамару и будет играть потерявшего мотивацию героя. Ему предстоит достаточно сложная роль, в которой роботу придется выражать свои эмоции, такие как грусть, радость и тоска. А вот разработчики робота HRP надеются, что их детище в ближайшем будущем сможет заменить людей на рабочих местах, тем самым решив проблему нехватки рабочей силы в стране восходящего солнца. Четвертая модель робота HRP движется более свободно, чем предыдущие модели. Машина имеет рост в полтора метра и весит около 40 килограммов. Грузоподъемность HRP-4 составляет всего 600 граммов, зато его электронная часть поддерживает лицевую идентификацию, а также распознает голосовые команды. В ходе демонстрации робот стоял на одной ноге, крутился вокруг своей оси, принимал разные позы, ходил в соответствии с заданными голосовыми командами и распознавал различные объекты, двигая головой. Производители начнут продавать HRP-4 научным организациям и университетам с января 2011 года по цене примерно 328 тысяч долларов. Ну и там же в Японии на международной выставке «Уход на дому и реабилитация 2010» башковитые ребята из Panasonic представили робота, который умеет мыть волосы и делать массаж головы. Перед тем, как мыть голову, робот, используя руки-манипуляторы, осуществляет трехмерное сканирование головы, составляет план действий и рассчитывает количество шампуня, учитывая густоту и длину волос. При нанесении шампуня на волосы робот массирует голову и ополаскивает волосы до тех пор, пока весь шампунь не смоется. Также он может сделать 16-пальцевый массаж лица. Своих постоянных клиентов новый робот запомнит по форме головы и волосам. Своё детище компания Panasonic создавала для использования в домах престарелых и спецбольницах. Также этим изобретением уже заинтересовались некоторые крупные сети салонов красоты. Стилистам волноваться еще рано, но кто знает, что еще придумают эти светлые головы. Очень интересную вещь сделали психологи Нортонбрийского университета Великобритании. Они определили, как должен танцевать мужчина, чтобы понравиться женщинам. Для эксперимента набрали 19 добровольцев, которые зажигали на танцполе. Закрепили на их телах сенсоры и смоделировали движение на компьютере таким образом, что фигурка на экране полностью повторяла выкрутаться танцующего. Затем танцы этих 19 безликих компьютерных кукол психологи показали группе девушек и замерили их реакцию. Результаты получились довольно любопытные. Мужчины могут взять на заметку. Движение этой фигурки повторять не стоит. Женщины на ней не особенно впечатлили. А вот так выглядит правильный мужской танец. На этом я желаю вам удачи. Увидимся в ближайшем будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова